Италия борется с последствиями сильнейшего землетрясения. Уже известно, 80 погибших, около 100 человек ранены. В стране объявлен национальный траур. Владимир Путин выразил соболезнование премьеру Ренции и всему итальянскому народу. Россия готова предоставить любую помощь. Мощные подземные толчки магнитудой свыше 6 баллов почувствовала почти вся страна. От Рима до Венеции. Из Италии репортаж Дарьи Григоровой. Что такое землетрясение больше 6 баллов? В какой оно силы можно понять здесь, во дворе Бенедиктинского монастыря. Вот эту башню с многотонными колоколами просто сбросила с крыши на землю. Мэр Аматричи, провинция Риети, описал ситуацию коротко. Его города больше нет. И он не преувеличивал. Масштаб разрушений отчетливо виден с воздуха. Соседние Пескара-дель-Тронто, Аркуата-дель-Тронто, Акумули. Везде одна картина. В городах не то что с многовековой, с тысячелетней историей погибли несколько десятков человек. Оттуда постоянно поступает обновленная статистика. Вы можете дышать. Самое главное оставайтесь спокойны. Помощь близко. Мы ждем, когда уберут эти обломки, чтобы не поранить вас. Конечно, сейсмоустойчивое здание в этом районе оставляло желать лучшего. Сейчас продолжается спасательная операция. Однако попасть в пострадавшие районы не так просто. Землетрясение разрушило некоторые дороги и мосты. Местные жители сообщают о том, что из-под завалов слышны голоса. Сотни человек объявлены пропавшими без вести. Многие брали какие-то свои необходимые вещи. Паспорт, потому что между толчками первым и вторым где-то было около часа. И уходили на улицу. Кто-то ночевал на стоянке в машинах. И, в принципе, большое количество людей там было. Кто-то просто стоял на площадях на каких-то отдаленных. Ну, конечно, все были напуганы. Все начало трястись без остановки. Когда землетрясение закончилось, я выбежал из дома в чем был. Геологическая служба прогнозирует, что с 35% вероятностью число жертв составит от 100 до 1000 человек. Пожарные расчеты провинции Риети, итальянские службы спасения делают сейчас все, чтобы этот прогноз никогда не сбылся. Однако мэр города Акумуле, который по сообщениям разрушен на три четверти, уже пожаловался на медленную работу оперативных служб. Первые расчеты, по его словам, прибыли на место только спустя 3,5 часа. В Аматриче после землетрясения зашел оползень, и мост, ведущий в городок, находится под угрозой опрушения. С утра в пострадавших районах начали строить палаточные лагеря для размещения местных жителей. Виа Порто Костелло по этой еще совсем недавно живописной улице гуляли восторженные туристы. Теперь ходить здесь только на свой страх и риск. В Аматриче привозили экскурсионные группы. Городу больше тысячи лет. Но теперь все его здания пойдут под снос. Многие больницы в зоне, где были толчки, разрушены. Мы работаем без перерыва. Мы вытащили из-под завалов человека, который, к счастью, оказался жив. Но там еще остаются люди. Было очень страшно. Нас невероятно сильно трясло. Все вокруг двигалось, и мы даже встать не могли. Не было ни света, ничего, никого, кто мог бы нам помочь. Никто не шел нам на помощь. Я даже не понимаю, как я выжила. Вот так теперь выглядит один из жилых домов в Аматриче. Точнее, то, что от него осталось. Ясно, что это жилье восстановлению не подлежит. Хозяин этого дома оставил все вещи так же, как и они были до катастрофы. После землетрясения заходить сюда просто опасно. Премьер Матео Ренци отменил все запланированные мероприятия. И сегодня посетит пострадавшие районы. Мы должны предпринять все меры, чтобы справиться с чрезвычайными ситуациями следующих часов, дней, недель. Но сейчас приоритет продолжать разбирать обломки. МЧС России уже предложила итальянским коллегам помощь в спасении людей из-под завалов и ликвидации последствий этого разрушительного землетрясения. Дарья Григорова, Антон Чигаев. Вести. Из Италии.